Машинное обучение Машинное обучение И мой недавний интерес Это финанс Я, если только заканчиваю магистратуру Я пишу публикации В университете Верона И в принципе интересные наработки есть Это вкратце обо мне И данные, с которыми я работаю Это чаще всего временные ряды Сигналы Иногда это изображение и язык То есть это на самом деле то, что сегодня Обрабатывается нейронками Давайте по-честному, никто сейчас не будет использовать Какие-то handcrafted фичи от моделей в computer vision И в языке, скорее всего, вы тоже возьмете Как минимум какие-то вектора А то там L, мои предобученные сетки И поэтому На моих задачах очень часто Машинное обучение выглядит вот так У меня просто глубокая сетка Предобученная, непредобученная И я верю в то, что вот тут в конце На последнем предпоследнем слою Вектор, который даст мне хорошую точность И это правда Это работает на отложенных выборках Вектор, который дает хорошую точность В регрессе и классификации не важно И почему-то, я не знаю почему Сегодня клиенты и заказчики это, давайте скажем, хавают То есть, ну, реально достаточно просто на клиентских данных На демо показать, что оно работает и продано Хотя на самом деле еще 20-50 лет назад задавались совершенно другими вопросами А почему оно работает? Покажите, какие фичи важны А давайте просимулируем Как вы будете симулировать к вашей компьютере вижендемки? Только на каком-то датасете или там камерой поснимали Но это не симуляция Это конкретная демо С этими векторами, на самом деле, вот есть много проблем Которых нету в том, о чем я буду говорить чуть дальше На самом деле, для меня идеальный вектор То есть, давайте я буду назвать вектор Это то, что я хочу получить с помощью математической модели Сегодня мои математические модели — это нейронки Большей части задач Что я хочу получить как разработчик, который отдает умную, казалось бы, систему заказчику Хочу, чтобы она работала со сложными данными Сегодня сложные данные — это изображения, это звуки, это видео, это текст То есть, все то, где математические модели и фичи, скорее всего, не сработают Хочу хорошую точность, очевидно А вот дальше начинаются проблемы Как я буду это интерпретировать? Есть задачи медицины, где достаточно просто сказать Ну, у тебя аритмия Ну, у тебя скоро будет инфаркт Есть военные задачи Об этом мало говорят, но вы обязательно будете делать точечные ракетные удары Просто потому, что нейронка сказала, что 99% — там террорист Никто такого делать не будет Есть финансовая задача, есть задача кредитного скоринга, где надо четко объяснить И на клиентской стороне, точнее, на стороне бизнеса, на клиентской стороне, почему было принято решение Сейчас есть такие попытки реверс-инжиниринг Это визуализация слоев Но это, понимаете, это не только, да, вот здесь мат-модель, фича, банкротство Сказали, вот банкротство, важная фича Все Следующее Нужно много данных Не всегда, иногда можно мало данных Но в целом, не зря наши коллеги из некоторых восточных и южных стран Размечают за 1 доллар в час очень много данных Это нужно, к сожалению И еще данных очень много из unsupervised То есть из много сырых данных, и хотелось бы из них что-то делать Да Следующее Я чуть по-же скажу Вообще-то мат-модели создавались обычно таким образом, что их можно использовать в других доменах Вот, например, банальный пример Если мы используем компьютер зрения на одном датасете Он не всегда будет переноситься на другой датасет Мы сейчас это решаем в основном аугментациями данных Ну, там, где-то, не знаю, компьютер-режисс, симулируем освещение и так далее В наших задачах мы симулируем разные шумы И что может происходить, когда человек меряет ЭКГ То есть нет такой модели, которую просто взял и использовал, перенес Что у нас еще есть? Генерация и изменение объектов Это то, что я говорю про симуляции На самом деле, раньше, буквально пару десятков лет назад Проводились симуляции То есть строилась мат-модель, и она симулировалась в разных условиях, как она себя будет вести Сегодня почему-то это заменилось показом демки Ну, мне это, например, непонятно почему Ну, и последнее Я зануда, я изучаю математику И я, например, не понимаю, почему мы доверяем аппроксимационной теореме Ну, как бы, есть разные варианты, но, действительно, это то, что мы хотим И, как бы, это то, на что мы упираемся Это наш базовый аппарат То есть теорема, которая придумана в 89-м году Пару умножения матрицы, сигмоиды И пару вариантов стрелую сейчас Ну, на это упираться, я считаю, нельзя Поэтому я хочу вот такую вот идеальную модель И такие модели на самом деле есть Например, для ЭКГ элементарнейшая модель, которая описывает любой удар сердца Не смотрите на формулу, я скопировала для полноты, это просто с какого-то пейпера Вот видите все эти волны? Они описываются пятью гауссианами Я могу описать, где находится эта волна, ее высота, вверх-вниз, ее узость, ширость и так далее Скюнес-кортозис, это пять гауссиан Я могу эти пять гауссиан зафитить под любой удар сердца Это задача оптимизации элементарная И оно интерпретируется, я могу сказать Я могу сказать, почему инфаркт? Потому что эта волна провалилась вниз А такой-то сегмент поднялся вверх У меня это интерпретация автомата Математическая задача элементарнейшая Описывает любую ЭКГ с любого девайса Любого отведения Но почему-то сейчас модно нейронки обучать Окей, ЭКГ, скажите, конкретный кейс, я по ЭКГ не перенесу, там, не знаю, на энцефалограмму Без проблем Откатимся еще на пару сотен лет назад Модель маятника, дифференциальное уравнение Любые колебательные действия вы пишете этим элементарным уравнением Оно будет работать и на Марсе, только G поменяете Вот, просто маятничек катается Формула будет работать везде Любое колебательное движение В известных нам законах физики Многие стахистические процессы В финансах, в биологии и так далее Описываются таким стахистическим дифференциальным уравнением У нас вот есть там дрифт и волатильность Контекстным примером финансов Переносится на биологические случайные вещи и другие Замечательная модель Но у этих вот замечательных И, да, к чему я веду? Почему я иначе там с векторовый нейронок? Вот, например, в контексте вот этого μ и σ У меня есть вектор из двух циферок Абсолютно интерпретируемых Повернив, я могу делать классификацию Могу генерировать новые процессы Изменять текущие процессы И все это с помощью вектора из двух циферок Зачем мне учить нейронку? Тут тоже самое вектор из трех-четырех циферок Но есть проблема То есть не зря как бы мы тут все хайпим на этот сайте Момент Вот эти мат-модели, к сожалению, работают на сложных данных Мы не используем мат-модели в компьютер-вижене, в звуке, в тексте Это факт Они просто пока мы это не умеем делать Поэтому точности плохие Ну иногда бывает, но на самом деле плохие точности Но мы можем интерпретировать Не всегда мат-модели строятся unsupervised То есть скорее, когда человек строит математик-мат-модель У него есть какая-то цель То есть это такой все-таки supervised построение модели Поэтому я поставил вот знак восклицания Что не совсем mathematical modeling on supervised Ну куда-то в эту сторону Можно применять в разных environment Это 100% Генерировать, изменять объекты 100% Ну теорема понятна Мы тут не зря там всякие бакалавратуры, магистратуры и PHD получаем Каждая следующая модель построена на огромном опыте Сотен лет, теории и так далее Что бы я хотел от нейронки Чтобы она точно так же работала со сложными данными Точно так же была точна в моих inference задачах Ну и чтобы вот эти все галочки тоже были То есть мне нужен какой-то вот такой энкодер Где я подаю картинку, звук, любые сложные данные И получаю интерпретируемые фичи Которые назову альфа, бета, гамма И не будет означать, например, там Identity, color, pose И желательно, чтобы еще переносилось на разных домах То есть я обучу это на котах Я хочу, чтобы она хотела хвосты и в собаках, и в тиграх, и в слонах Потому что это будет моя мат-модель животного И так далее И чтобы он мог, например, поменять хвост собаки на слонячий И это, по сути, я изменяю одну фичу И так далее То есть я хочу вот такую вот модель Как вы думаете, это вообще можно получить или нет? Вот в контексте даже нейронок вот сейчас Кто думает, что это реальная задача? Окей, то есть если мы считаем, что это реальная задача То это конец математикам Зачем придумывать мат-модели, когда я обучу нейронку Она сама мне выделит эти штуки И не математик, заметьте, аналитик А то и бизнесмен просто посмотрит Окей, значит, циферка номер один отвечает за identity Вот эти циферки, два за color Клиенту покажу, циферка два, цвет сработал Все В каком-то, скажем так, если это провизуализировать Это может выглядеть где-то так Это реальная работа по изменению фич лица вполне конкретных Видите, лицо-то, может, понятно, более мужское или женское Видите, по сути, это если я хочу что-то просимулировать Что-то прогенерировать и понять, какие фичи выучила моя нейронка И просто вот, по сути, вот это вот мои фичи, это мой вектор Каждая из этих вот ползунков – это ячейка вектора Я меняю ее влево-вправо больше-меньше и изменяю фичи лица Это реальная работа, то есть можете загуглить, скачать код на гитхабе, запустить Но не все так хорошо Вот эта штука, она не совсем обучена unsupervised То есть как я хотел сказать в самом начале Я хочу такую штуку еще и unsupervised То есть я усложняю себе задачу То есть в этой модели там было в итоге показано Что вот есть вот такие вот фичи, их надо выучить А я хочу вообще не знать про фичи Возможно, есть какие-то новые данные, космические данные, я не знаю Я хочу понять, что имеют, какие там факторы, какие параметры в уравнении И этим сейчас плотно занимается компания, которую, думаю, много из нас знают – DeepMind Сейчас покажу примеры их работ абсолютно unsupervised подхода По выучиванию таких вот факторов, таких вот интерпретируемых фичей То, что колонка слева – это дата-сет был из движений, изменения позиций и размера шарика То, что мы видим, например, там Z7, Z5 и так далее Это, по сути, номер фичи То есть каждую фичу там Z1, Z5, Z7 начинаем просто увеличивать или уменьшать И позиция исходного момента меняется влево-вправо, вверх-вниз, размер больше-меньше То есть просто unsupervised из данных была выучена модель движения, изменения размера Физическая модель Оно, кстати, сработает на каких-то других физических объектах в том числе На дата-сете с лицами, тоже абсолютно unsupervised way, было выучено то, что в этом конкретном дата-сете Внимание, важный момент, является фактором изменения этих лиц То есть видите, там какие-то ротейшены, мужчина-женщина, улыбка и так далее Это то, что в этом дата-сете является фичой Которое математик, например, постарался бы описать математически Потому что если это мои данные, я хочу их описать И это действительно фичи моих данных И должен их описать математически Такие вот они И также в игрушках, если, например, просканировать картинки, скриншоты игры Мы увидим, что вот такие вот факторы, такие вот фичи есть в этой конкретной игре SeaQuest Движения в разные стороны Сколько у тебя жизней, какой у тебя скор И там количество там оксигена То есть в моих данных этой природы есть такие вот фичи Абсолютно unsupervised, это важный момент Там другой пример Чуть более усложненные объекты, которые двигаются в разные стороны Он изменяет там позицию, размер, еще и форму и цвет Тоже, как видим, просто выучивался вектор И просто каждый элемент этого вектора инспектировался Я его подвину влево-вправо, больше-меньше Остальные векторы То есть я вношу идеи Если, например, выучиваю вектор размером 10 Я фиксирую 9, а один дергаю влево-вправо, больше-меньше Это говорит о том, что эта фича отвечает за этот фактор Там, не знаю, это может со стульями быть Ну, со стульями не такой красивый пример, но в принципе тоже подойдет Хорошо, возникает вопрос, насколько это useful вообще То есть, окей, я выучил фичи Я могу как в общении математики интерпретировать То есть мне дадут такую black box штуку Я спокойно себе там какое-то бои вставлю Что вот это за это, это за это, это за это Все, могу объяснить Могу провести симуляцию Могу изменить какой-то размер объекта И посмотреть, что будет там, например, моей задачей Это применялось с дипмайндом для reinforcement learning Они играли в такую игру, где тупейшая игра Ты просто ходишь и собираешь объекты в какой-то комнате Ты должен, например, собирать желтое и не собирать синее То есть, задача тупая Но они хотели проверить, насколько это можно перенести на другой environment То есть, если посмотрим на то, что находится слева Есть комнаты там с зелеными и красными стенами И объекты, которые надо собирать, тоже меняются Там, не выдавайте, суд такая, что меняется комната И меняются объекты, которые нужно собирать И если мы тупо обучим нейронку, которая в reinforcement learning Отсамитом Q-value, неважно Она заучится на цвет комнаты и на конкретно эти объекты А мы-то хотим, чтобы этот агент работал в разных environment Для этого агент должен знать, что эта комната Это фича комнаты, которая может меняться А это фича объекта, который я собираю Обычная нейронка для нее Это просто вектор, разверн 250 Все намешано Но зато вот там оно бегает А я хочу размером 2 Только с двумя фичами, чтобы оно все понимало И вот справа видно, как оно на самом деле Это dissociated, вот эту вот штуку То есть просто опять же мы фиксируем Все значения вектора, кроме одного И смотрим, как меняется наш environment Зафиксируем environment Погнали через сетку Например, сетка там вектор размером 10 получился Фиксируем 9 Десятый и меняем туда-сюда И мы таким образом понимаем, что в этом конкретной ячейке В этом элементе вектора хранится такой-то фактор Такая-то переменная Также это попытались применить в робототехнике Тоже важный кейс, как раз мы говорим про симуляции Я хочу обучить сетку в какой-то там игре Робот, чтобы поднимал кубик То есть я могу стимулировать эту игру Этот environment Ну, чтобы эта рука работала в реальной жизни Тоже сейчас задача на самом деле по факту неподъемная Такая простая Надо обучать вот в реале, на камере и так далее Когда на самом деле это простейшая задача Можно просимулировать Зачем? Тоже показали, что таким образом можно выучить факторы Позицию этого кубика, который поднимает Где находится эта рука Таким образом это переносится из симуляции в реальную жизнь За счет того, что модель у нас не просто вектор Который заучился на симуляцию Он понимает объекты, которые понимает и человек То есть лично для меня самое удивительное то, что Выучиваться факторы, которые я бы выбрал Скорее всего Возможно, я как математика описал бы это более красиво Более элегантно Но по факту это человеческие факторы изменения Это не просто векторы 250 Которые делают классификацию 99% на валидационной и тестовой выборке Вот в этом все фишка, в этом разница Какой инструмент был выбран дипмайндом для решения этой задачи? Кто думает, что ганы, например? Кто думает, что автоэнкодеры? Окей, пару ребят знает Кто думает, что, не знаю, просто реснет, который все зарешал? Надеюсь, таких нет В общем, был использован автоэнкодер Самый элементарный Кто знает, что такое автоэнкодер вообще, в принципе? Окей, суть автоэнкодера – это просто нейронка, которая подается на вход объект Но при этом объект размером там вектор, например, размером 1000 Он его сжимает в вектор размером 100 И идея в том, что из этого вектора 100 надо опять разжать в исходный объект То есть фишка автоэнкодера, что он автокодирует объект Какой-то более маленький дайменшин Из-за чего мы получаем выжатую всю соль этой информации Только, опять же, проблема обычного автоэнкодера в том, что когда мы сжимаем Это все еще вот этот вектор размером 100, 250, неважно Да, из него можно разжать, получить исходный объект Но эта сжатая информация на все еще неинтерпретируема Есть такая штука, как вариационные автоэнкодеры Кто слышал про такое? Окей, что такое? Ну, с автоэнкодером плюс-минус понятно Просто сжали в вектор, разжали из вектора в исходный объект То есть у нас нет игреков, это unsupervised learning Есть только иксы из х первого, сжали, разжали в х первый Задача – минимизировать ошибку между исходным объектом и восстановленным Что, если вместо вот этого вектора я хочу выучить какие-то конкретные фичи Из которых еще можно генерировать, сэмплить, это что, понимать Я выучу, например, не 100, не вектор размером 100, а 100 гауссовских распределений То есть каждая ячейка – это будет не просто цифра Это будет распределение, из которого я смогу сэмплить Это идея вариационного автоэнкодера Неважно, какой технический трюк происходит внутри Она учится также градиентным спускам и так далее Но у нас вектор посередине – это уже не вектор Это N распределений Это делает эту модель сразу генеративной То есть вариационный автоэнкодер я могу сэмплить из этого внутренней штуки Мало того, что он умеет восстанавливать, он еще можно сэмплить И фишка в том, что если это модель, которая может и восстанавливать, и может сэмплить То есть, возможно, я могу как-то попытаться запушить эти гауссовские распределения Быть такими, что они не смешаны Что это не просто вектор, который намешан и восстанавливает А что если я хочу как-то запушить эти распределения Быть такими, что они все разные И каждая отвечает за свою конкретную фичу Я пока даже не знаю, эта фича будет там человеческая Возможно, это будет какая-то, опять же, дурацкая фича, которая намешана все подряд Но гипотеза и идея в том, что я хочу, например, я представляю, что у моих данных есть там 10 фичей Например, в лицах это там, не знаю, вы видели там картинку, там, не знаю, 15, 10, 20 фичей И я понимаю, что они все должны быть отдельные, разные И по факту каждая фича это может быть идея в том, что это гауссовское распределение И если я учу автоэнкодеры восстанавливать исходный объект И как-то пушить вот эти штуки быть разными гауссовскими распределениями Моя функция ошибки будет выглядеть вот так вот Первое, это просто реконстракшн Это может быть min squared error Это может быть binary cross entropy Зависит от ваших данных То есть это неважно Вторая штука, это coolback labor divergence Между распределениями вот этих ячеек И обычным стандартным гауссовским распределением То есть я хочу, чтобы каждая моя ячейка была отдельной стандартной гауссианой Чтобы они не были смешаны И вот этот влоз как раз за это отвечает Что каждая по отдельности была гауссовским распределением Вокруг нуля, там STD1, например Чтобы они не смешивались То есть я хочу таким образом я их делаю дизентангленно То есть entangled это связанные фичи, связанные вектора С помощью этого я их развязываю, делаю дизентангл Понятная идея? Плюс-минус Вот И что сделали ребята из D-Pine? То есть на самом деле этот лоз использовался там Его найдете в примерах на Keras В примерах TensorFlow Все использовали просто эту формулу Только почему-то вот этот D-KL, он был регуляризатором То есть он был там с лямбдой какой-то там вот бета там 0, 0, 0, 1 Считалось, что типа да, мы так его разрегуляризируем, чтобы оно там не разъезжалось никуда Что сделали ребята из DeepMind? Они просто сказали Окей, мне на этот раз реконстракшн делать не так важно Я хочу фичи свои получить Поэтому просто бету делаем 1, 10, 100, 1000 Элементарнейшая идея И это дало те результаты, которые вы видели на этих слайдах Это все вот этот вот вариационный автоэнкодер Который называется бета-вариационный автоэнкодер Да, таким образом действительно мы не можем делать реконстракшн Но я начал разговор с того, что у меня есть фичи, вектор фичей, с которым я хочу что-то делать Я не говорю о том, что я хочу автоэнкодер, который что-то хорошо реконстрактит Реконстракшн, это задача мне не так важна Я хочу математическое моделирование, я хочу фичи Вот такое мы получаем Если говорить там про математику, то есть, например, вот этот dkl, он на самом деле тоже не совсем понятен И есть там, скажем так, надстройка, там, pay-per-view, дам Что поменять эту форму таким образом, чтобы вот был еще параметр c, который отвечает Опять же, не буду сейчас ничего доказывать Просто c отвечает за количество информации в этом боттлнеке, в этих фичах То есть, например, для того, чтобы все-таки как-то улучшить вот этот вот реконстракшн Я могу сделать c там размером 25, 50, 100, и таким образом как бы у меня будет больше информации вот в этих вот распределениях И таким образом я лучше реконстракчу Но это вот чисто для того, чтобы лучше реконструировать Окей, с этим плюс-минус понятно Идея простая, результаты интересные Ну, чтобы я как бы не был там многословным балабол, который там просто вот с ютуба вот вам сделал скриншоты и что-то там порассказывал Я попробовал эту идею на своих задачах в том числе То есть, я начал с того, что я занимаюсь кардиограммой Это элементарнейшие данные, элементарнейшая матмодель И я считаю, что если матмодель может выучить, как играть, там, стены, объекты Ну, пять гауссян она должна выучить Как вы думаете, получилось или нет? Частково хороший вариант Вот сейчас вот как раз вот начинается проблема этого подхода То есть, я думал по своей наивности Что, о, раз я знаю, что матмодель такая, она выучит пять гауссян Но она выучила даже кое-что лучше, чем пять гауссян Я взял датасет, в котором я знал, что есть такие, скажем так, можно сказать, такие классы Во-первых, это разные люди У каждого человека ЭКГ разное Это две болезни Точнее, как, по сути, бинарные классы Два класса — это здоровый человек и человек после инфаркта И третье, очевидно, что там записи какой-то длины У человека мог меняться пульс, что, в принципе, нормально И моя модель выучила не пять гауссян Она выучила эти три фичи Объясню эту картинку Это я сказал, типа, выучи десять гауссян, пожалуйста Посередине этих десять штук И я не умею делать красивые гифки Простите, поэтому что я делал? Я фиксировал один элемент вектора Сори, фиксировал девять элементов вектора Ну, вектора гауссян И один, получается, одну цифру Менял от минус трех до трех, чтобы понять, насколько оно вообще-то меняется И при этом вот самая первая картинка слева Это означает то, что я девять зафиксировал остальных А первый попытался подвигать туда-сюда Видите, ничего не меняется Вторая, третья, четвертая Ну, четвертая что-то начала меняться Но пятая, это конкретно то, что отвечает за форму человека Я могу взять конкретный бит И подтянуть его к какой-то форме Вообще-то по-хорошему, когда я прогнал это на другом мотоцикле Отвечают за лид То есть с какой позиции была снята кардиограмма Это фича конкретно делает человека Посмотрите, то есть такое там постинфарктное Это когда у вас Короче, синяя, видите, под ним возбухает Такая штука после пика И потом опускается вниз Это инфарктное состояние Постинфарктное состояние человека То есть получается, когда я синий Начал делать там в минус три То есть когда я уменьшаю эту фичу Оно старается сделать этот бит более больным А когда я, наоборот, увеличиваю, делаю красным Для него это Я пытаюсь сделать его более здоровым В контексте этого датасета И третий пульс То есть последняя волна Она двигается чуть быстрее, чуть медленнее Оно реально выучило пульс Не совсем идеально Почему-то она начала там, не знаю, расти Но идею датасета, идею факторов Она поняла идеально То есть на самом деле Не совсем то, что я ожидал увидеть Но это логично Имея такие данные Эта мат-модель абсолютно логична То есть первый инсайт, который я получил От решения такой задачки Как и в любых там задачах машинного обучения Чем я кормлю, то и получаю Если бы я кормил бы датасетом, где реально бы менялись бы, например, все волны вверх-вниз, влево-вправо Оно бы это выучило Но я кормил не таким датасетом Я кормил датасетом, где болезни, пульс и разные формы То и получил Следующий пример будет более спекулятивный Такой, окей Раз я типа экспериментирую с всякими финансово-временными рядами Может я сейчас выучу прям, какие факторы движут рынком И даже не буду ехать на какие-то датасайенс-конференции Как думаете, получилось ли или не получилось? Я тут, поэтому понятное дело Но на самом деле, что я ожидал получить То есть есть там известная мат-модель, не знаю, возвращение к среднему Есть там какая-то трендовая, нетрендовая То есть на самом деле, когда я смотрю, я взял 3 часа цены битка Нарезал за год, окнами по 3 часа просто и на этом скормил И что я ожидал увидеть, на самом деле, какое-то изменение Тех стоксистических дифференциальных уравнений, которые я знаю То есть, например, что будет меняться, там просто тренд, например, дрифт Или меняется волатильность, или меняется мин-реверш То есть возвращение к среднему И, то есть я решил показать результаты, чтобы хотя бы поделиться Я не смог их интерпретировать полностью Например, имея вот такой временной ряд Ну вот это, понятно, отвечает за тренд Это я понял, что типа дать, сделать его там цену, которая падает ниже Или там растет выше Это понятно Но вот остальные, они мне кажутся, что как будто они делают Или более флэттен, или более волнистым То есть возвращение к среднему Но на самом деле не совсем понятно Но эксперимент интересный, который тоже показал на самом деле Что чем я кормлю, то и получаю Я попробовал провести еще третий эксперимент Я обучил на геометрическое брауновское движение С разным дрифтом, с разной волатильностью Я думаю, понятно, что произошло Оно-то дрифт выучило, а волатильность сигма туда-сюда, оно просто съело ее Потому что как бы плюс-минус вверх, оно просто не выучивает эту штуку Ну, интересно тоже То есть как я для себя подрезюмировал этот аппарат В такой табличке Я сравниваю сейчас мат-модели, которые я придумываю Ну, там не я, там математик придумал, как человек И нейрон, который просто описывает данные В чем проблема, видите сами Inference tasks Что я не сделал, и что на самом деле по факту еще никто не сделал в этой теме Это потому что страшно проверить А будет ли эти вектора хорошо делать сдача классификации и регрессии Я к этому еще не подошел И поэтому, но в Reinforcement Learning работает Поэтому я поставил знак восклицания, что надо проверять, надо разбираться Но сложные данные, картинки, временные ряды работают Easy to interpret вы сами видели Если вы понимаете, в чем данные, оно интерпретируется на ура Needs little dataset неправда Это нейронка, данных нужно относительно много Но unsupervised 100% Можно генерировать объекты, можно их менять Что дает мне огромное поле для симуляций Я, в принципе, могу, например, в Reinforcement Learning делать zero-shot reuse Но это надо пробовать, надо разбираться Насколько оно будет работать в других инвайроментах Не знаю Теоремы — это нейронка Там я читал, сейчас есть такой ТП, где показывают, что это там алгебра, группа Что это на самом деле все повороты туда-сюда, но очередные спекуляции То есть о чем я не поговорил и что непонятно Это что на самом деле, вот эта вот группа этих изменений, это что? Как это описать на строгой математикой? Непонятно Я не поговорил про метрики Вот метрика disentanglement Заговариваюсь, не суть этого развязывания Открытый вопрос Там есть три разных метрики, они все по факту ни о чем, поэтому непонятно Боттленных дистрибьюшнс Я показал примеры, где я использую гауссианы для каждой из фичей Но на самом деле, возможно, я хочу какую-то бинарную штуку Я хочу использовать Бернули Или там, не знаю, какой-то... Ну, в общем, вот это тоже вопрос открытый Потому что в зависимости от того, что хочу я, я буду выбирать Inference, это задача классификации регрессии поверх этих фичей Вот Это такое небольшое резюме, что не было сделано И я хотел закончить пораньше Потому что это толк про вопрос Я задал вопрос, я на него не ответил Я, скорее всего, не ответил ни на один из ваших вопросов Но я вопрос задал И я хочу, чтобы мы этот вопрос сейчас обсудили Сейчас это после спича Спасибо за внимание Давайте поговорим Дякую за хорошую доповедь Скажите, пожалуйста, вы в формуле там, где были бета с минусом Во-во-во-во Тут Ви сказали, что все ранее делали бета маленький На всякий я видел Так, бета маленький Если вы делаете бета великий, то начинает играть роль знак Насколько там принципово минус? А если не принципово, то что они там стоят? Что у вас не позитивная формула? Насправді, треба задать формулу Можем подивиться Там я теж про це дивился, но для себя это выяснил Давайте просто подивимся в коді формулу И я одразу згадаю, чому Давайте через 10 минут Это мае сенс Насправді, це воно мінімізується, все правильно Так, якщо бета маленький, то там чи мінус, чи плюс Ні, там все правильно, просто давайте чекну формулу І я точно скажу, там я це дивився, але не пам'ятаю Дякую Доброго дня Недавно вийшов хайповий пейпер Neural ODE, ви його також обговорювали Я хотів спитати, чи містить логіку Попробувати якось змоделювати фінансові часові ряди Цим методом взагалі, підходом Чесно, я бачив пейпер, я його навіть читав в блог, який пояснює Але я це не пробував, тому я не пробував, не знаю Дякую Цікава ідея, я теж дивився, але я не готовий це обговорювати зовсім Хто наступний? У кого є ще? Комментарії, предложения? Критика Як на аукціоні, я вважаю, три, два, лот, я ввяжу руку Дві руки, да Ви перевіряли стійкість математичної моделі? Стійкість маєш на увазі саме, чи я, наприклад, якесь оклюжен робив? Ні, я не перевіряв цього Я думаю, проблема буде така сама, як з нейронками, adversarial tax, це все, тут все ще буде проблемою Стійкість, погоджуюсь, важливий фактор Смотри, а теперь делаємо на кредитному скорінгу эту задачу Ну бог с ней с точностью не проверили, а как фичи? То есть мы что получаем? Типа там одна поднялась, там цена выросла, другая, ну или там прогнозирование там Ну в кредитному скорінгу, если у тебя, например, входящие данные, там много инфы о человеке, в теории оно должно тебе выделить, например, ну там, не будем сильно политкорректными, оно, скорее всего, выделит какую-то там бедность-небедность человека, то есть, по сути, у тебя есть какой-то representation, выделить тебе, возможно, расу человека и так далее Не, оно их выделит, а потом что с ними делать? Ну то есть как их изменение влияет на то, ну или, например, на цену там или на... Смотри, фишка в том, что, например, эта идея в том, что ты, например, не знаешь, какие у тебя данные, у тебя данные сложные, то есть в кредитном скорінге, скорее всего, у тебя вектор, у тебя табличка, ты знаешь, что к чему Например, ты это делал, не знаю, с какого-то видеофида оцениваешь риск, и тебе надо понять, что, например, ты должен выучить вещь, ну, грубо говоря, там, не знаю, возраст человека, тебе надо как-то... То есть ты, например, как человек, ты понимаешь, что ты... О, представь, у тебя задача, у тебя там, да, видеофид, и ты знаешь, что там на риск какого-то там кражи чего-то там влияет одежда человека, возраст человека, там, цвет кожи человека, прошу прощения То есть это больше не для табличных данных, а там... Это для сложных данных, у тебя табличка, это твоя мат-модель, это твои фичи в рядок, и что с ними делать, ты готова Понятно, спасибо Да Еще раз дякую за доповедь, я хотел уточнить, вот ты рассказывал, что, когда утримывал данные, ты чутко бачил, Наверное, на прикладе той же электрокардиограме, ты отримал пульс, еще два, две фичи... Пульс, хвороба та форма кардиограма болит Так, я хотел уточнить, після того, как ты эти фичи отримывал, ты их классификуешь вручную, правильно? Ну, тобто ты по природі самих данных сам изначаешь, за что фича Так, я, как аналитик, я знаю, что это таке, я просто подергал эту ничку туди-сюди и понял, что это отвечает Окей, питание таке, а если самая природа данных более скалодна, данные месяц, скажем, очень много фич, Чи дизнавался ты, как можно их классифицировать автоматично, ну, в принципе, что в такой ситуации делать, когда фич больше и нужно их как-то визначити, это, в принципе, достаточно трудоемкий процесс Можешь на увазі фичи ось в середині цього автоэнкодеру, чи взагалі інша задача? Взагалі, ну, в принципі, інша задача, якщо данные містять дуже багато фич, і тобі потрібно якось їх класифікувати, ця фича така, така, така Чи можливо це зробити якось автоматично? Тобто ти маєш на увазі, що в тебе є датасет, я купа колонок, грубо кажучи, і ти не знаєш, за що якась колонка відповідає? Грубо кажучи, так Ну, дивись, це приклад тому, коли в мене немає таблички, в мене є, грубо кажучи, картинки, звуки, і так далі, а я хочу звести до того типу таблички Тобто, насправді, тут я отримав табличку з трьох колонок зараз Коли в тебе є табличка, це вже питання там якоїсь, тобто, наприклад, не знаю, якщо ти не знаєш, що це відповідає ФИЧА, спробуй так само подьорвати за нитечкою, зрозуміти, що відбувається Тобто, якщо табличка, це, по суті, є вже мат-модель сама по собі Тому… Тут ще такий питання, тобто, ти міняєш одну фічу і смачаєш, як міняється таргет, а якщо вони як-то взаємосв'язані, тобто, якщо ти одну міняєш і при цьому другу теж міняєш, то що-то роботає зовсім не так, як ти думав? А, але так не роботає. Тобто, фішка цього підходу, що я можу бету чи гамму запусть зробити на стільки більшою, що я контролюю цей процес. Наприклад, якщо я зроблю бета рівно 2, то, ти право, я буду міняти одну штучку, одну фічу, але буде міняться нескільки одновременно. Але я можу запушити. Ну, суть же нейронки, що у тебе фічі взаємосв'язки, вони взаємосв'язки, вони теж вихватывают. Вот, якраз, именно це, вот этот вот entanglement я хотів розв'язати. Тобто, фішка в тому, що ці фічі зв'язані, вони, і їх проблема, що ми їх не можемо інтерпретувати. С ними работаємо просто, як связаними фічами. Тобто, ти знаходиш такий вектор такого размера, щоб вони були линейно-независими. Ну, смотри, я, наприклад, СКГ, я просто выбрал 10, тому що я думав, 5 гауссиан, припустимо, висота, ширина, пускай вилучить 5 на 2. Але по факту, видиш, вилучило всего 3. Ну, а якщо б ти задавав 2, одні були б зависими, тому тебе було б 3, правильно? Скорее всего, да. Ну, кстати, в експериментах я тоже видел, ребята обычно вот дипмайнд, как они больше всего сделали, они делали там обычно вектор там, не знаю, 10-20, и потом просто смотрели, что работает. Ну, на глаз. Понятно, спасибо. Я вот хотел поинтересоваться, вы в сфере кардиологии очень интересную модель привели, и какую конкретно задачу вы решали, и у вас есть какое-то применение вот ваших алгоритмов, способов исследования кардиограмм, потому что действительно степень предсказания болезни в кардиологии довольно низкая сейчас, и вот, может быть, вы конкретно решаете какую-то задачу? Да, смотри, вот тут сейчас зашита AF, Atrial Fibrillation Detection. Проблема наша в том, что он работает на Deep Learning, точность на данных Out of Samples, больниц и так далее высокая, 98-99%, но мы не можем показать врачу, потому что врач, он хочет подсветить моменты, то есть врач не хочет листать на телефоне кардиограммку. То есть, если на нейронках говорить, типа, alert, пускай подсветит… Вот сейчас мы подсвечиваем alert, по сути, знаешь, подходы там, когда мы делаем какой-то occlusion input и смотрим, типа, на что повлиял input. Ставится какой-то reverse engineering нейронку. По-хорошему надо бы это делать именно вот прозрачно. Ну вот есть, уже давно есть алгоритмы, которые решают вот эхо… диаграмму, которая мониторит целый день, и там очень много данных. Вот вы именно в этих алгоритмах разбирались и работали с ними? Вы другие методы смотрели? Смотри, мы пробовали, да. То есть, например, мы сначала, с чего мы начинали, мы написали свой самописный, по сути, парсер ЭКГ. По сути, мы разобрали вот другую матматы, по сути, мы выделяли вот эти вот все элементы и пытались по ним строить классификатор. Оно работает достаточно точно. То есть, реально, deep learning в лоб дает результаты на 10-15% выше. Проблемы с интерпретацией. То есть, вы увеличили результат на 10-15%, улучшили… Какую-то статистику можно провести, чтобы заинтересовать комьюнити? Статистику в каком плане статистику? Ну, результат ваших моделей, вы планируете застосовывать их? Они уже застосованы, они уже работают. Какой результат эффективный? На реальных данных с больниц 100% нахождение atrial fibrillation, 95% точности, то есть, в 5% на здоровом человеке сделает алерт… В отличие от других систем? На 10-15% ниже по сравнению с, когда мы строили вот такую матмодель. Аналогично.